Доброго здоровья, с вами снова я, и сейчас зачитаю вам коротенькую историю с небольшими моими добавками. Дата 27 октября 1974 года. Место Авели, Эссекс, Англия. Свидетели Джон и Сью Дэй. Их дети Кевин, Карен и Стюарт. Класс звероподобные. Тип волосатые млекопитающие. Вариант 2. Отличительная черта. Оттопыренные уши. Семья Дэй возвращалась от родственников. Младшие дети спали на заднем сиденье. Старший Кевин слушал радио. Их внимание привлек голубой свет. Который вначале скользнул по машине. А потом промеркнул впереди. Около 10 часов 10 минут вечера. Дэй потеряли его из виду. Так как по правую сторону была густая растительность. Они уже подъезжали к дому. Но внезапно они встревожились. Скорость почему-то падала. А радио забарахлило. Потом, незадолго до того, как погасли фары автомобиля, Впереди они заметили клубы зеленого дыма. Машину трясло, когда она въехала в дым. И спустя несколько мгновений она миновала его. Вскоре семья добралась до дома. Но был уже час ночи. Что говорило о том, что 3 часа выпали из их памяти. Спустя 3 года под гипнозом Джон Дэй рассказал, Что как только их машина въехала в зеленый туман, Они все переместились на корабль, Где подверглись медицинскому обследованию, Которые проводили два существа ростом 1 метр 30 сантиметров, Одетые в свободные белые одежды. У этих бесшеих и немного горбатых созданий Были звериные лица, Огромные треугольные глаза И большие, торчащие вверх уши. Все видимые части тела покрывала короткая шерсть. На их руках было по 4 пальца с когтями. Временами существа чирикали, переговариваясь. Вероятно, эти существа подчинялись другим, Которые были 2 метра 20 сантиметров высотой. Носили костюмы с капюшонами, Скрывавшими их руки. Хотя их рта и ушей не было видно, Они выглядели почти как люди, Если не считать их розовых глаз. Наверное, они захотели устроить Гостям экскурсию по своему трехуровнему кораблю. Во время осмотра Супругам рассказали об устройстве корабля И показали голографическое кино О космосе, Которое включало сюжет о гибели Родной планеты пришельцев От экологической катастрофы. Потом семья вместе с машиной Были возвращены на дорогу Примерно в полукилометре от того места, Где они были похищены. Вот вам еще один Из сюжетов Из фактов И свидетельств очевидцев После которого Страх перед пришельцами Может уменьшаться у тех из вас, У кого он был. Потому что Здесь был медицинский осмотр, А потом Для людей Устроили развлекательную программу Плюс познавательную Показали им фильм Показали устройство корабля трехэтажного И показали часть истории Их родной планеты Которая погибла Там еще кое-что было Это не все Но это самое и так Это то, что смогли вспомнить и передать Люди под гипнозом А, люди там еще задавали вопросы На которые им отвечали Отвечали Плюс люди спросили Где же они теперь живут Когда их планета разрушена Они показали 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 планеты Которые они осваивают Теперь Но Они еще в разработке И они Им предоставили на одной из планет Большую территорию Полупустынную Которую они оживляют Терраформируют Вот И они учатся Сотрудник Учатся Быть полезными Тем аборигенам Которые там живут И эти аборигены С удовольствием их приняли Потому что Те Им предоставляют Большие возможности Вот Кстати Вот эти вот С когтями Маленького роста Это одни из Аборигенов Как раз Новые планеты С которыми они сотрудничают И Эти когтистые Маленькие Как раз С удовольствием С радостью Предоставили Место на своей планете Вот этим Двухметровым И они помогают Друг другу И вместе работают И вместе путешествуют Теперь Вот какая история Там конечно Есть продолжение Есть еще что Рассказывать Но вопросов Пока нет Может быть Они будут И тогда посмотрим Может быть Я сниму вторую часть С ответами на них А может быть Кое-кто из вас Уже начнет отвечать На эти вопросы Уже начнет И видеть Эти планеты Хотя бы одну На которой сейчас Их основная база И идет Расширение Их Заселения Может быть Кто-то опишет Жизнь там Если вы Можете Тренироваться Пробовать Описывать Ведь Не бойтесь Ошибаться Вы будете Так Учиться Прямо на ходу И сразу Практиковаться В своем Многомерном Восприятии Так Оно И тренируется Когда вы Пробуете Рассказывать То что Видите И это Не обязательно Может совпадать С теми Кто тоже Будет Пытаться Видеть Это Школа Поэтому И вы Возможно Можете Видеть Разные Измерения Одной И той Планеты На которой Происходят Разные События Или Немного Отличающиеся Я думаю Здесь Я вам Сделал Подсказки Или вдохновил Кое-кого Из вас На Тренирование Себя Если У вас Есть Свои Интересные Истории Или Вопросы То Написав Их Под Свежим Видео И Если Они Наберут Большое Количество Голосов Есть Вероятность Что Я Зачитаю Или Даже Отвечу На этом Все До Следующих Встреч Продолжение следует